Весёлые истории Это история рассказ о смелости и отваге. Да-да, такие благородные чувства человек может испытывать кому-то или чему-то очень дорогому. Елена испытывает их к своей шапке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осторожно! Двери закрываются. Следующая остановка — огородная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приятные предновогодние хлопоты. Это украшение ёлки, нарезка обязательного оливье и, конечно же, покупка подарков. Впрочем, даже в таких приятных заботах иногда случаются не очень приятные казусы. Простите, пожалуйста, вы меня не пропустите, мне всего один подарочек упаковать. Спасибо. Спасибо. С наступающим. Вы меня не пропустите, пожалуйста. Спасибо большое. У меня один маленький подарочек. Да? Спасибо, Валь. Здравствуйте. Вы меня не пропустите. У вас так много подарков. У меня всего один маленький. Спасибо вам большое. С наступающим вас. Здравствуйте. Вы меня не пропустите. У меня всего один подарочек. С наступающим вас. С наступающим вас. С наступающим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам помочь? Да. Скажите, а это у вас все подарочные коробочки? Нет, почему? У нас есть еще несколько вариантов. Вот, выбирайте, пожалуйста. Девушка, за то время, пока вы выбираете коробку, я бы уже упаковал все свои подарки. Мужчина, это невозможно. Но если только вы не решили сэкономить на своей семье и упаковать все свои подарки в один подарочный мешок. Скажите, а у вас продаются подарочные мешки? А, простите, что вы... Подарочные мешки не продаются у вас? А, нет. Мешков, к сожалению, у нас нет. Вот видите, здесь не продают товары для скупердяев. Вот это мне, пожалуйста. Внутренность будем украшать? Ой, да, конечно. Я сейчас все сделаю. Слышь, черепаха, вообще-то у нас у всех Новый год. Мне тоже, например, надо и мандарину купить, и салатики нарезать. Послушайте, женщина, вы еще, когда тот Новый год праздновали, прекрасно знали, когда точно наступит этот Новый год. Ну почему вы срываетесь на мне, если сами не умеете планировать свое время? Да я еще срываться-то не начала. Так, все. Пожалуйста, готова. А, нет, еще давайте обернем упаковочную бумагу. К сожалению, у нас остался только один вид упаковочной бумаги. И все разобрали. Ну, если разобрали, давайте в эту упаковочку. Хорошо. Представляешь, на складе лежали. Как мы вообще о них забыли. Принимай. Ой, как вы вовремя, а? Девушка, мы вас пропустили не за тем, чтобы еще час прождать. А на вашем месте я бы вообще не ждала. А там на втором этаже, кстати, очень хороший упаковочный отдел есть. А что же вы на моем месте и туда и не пошли? Ну, потому что я поступила умнее. Вот это, пожалуйста. Это будет стоить 1800. Сколько? 1800. Да вы что, у вас упаковка дороже, чем мой подарок. Меня это не устраивает? Вы вынимайте мой подарок, и я пойду. С ума сошла? Я уже чек пробила. Ну, а что мне делать? У меня денег не хватит. Ну, Господи. Готовьте паспорт. Будем оформлять возврат. Сколько не хватает? 800 рублей. С наступающим! Умоляю вас, расплатитесь и не оформляйте возврат уже. Спасибо вам. И вот... Спасибо. С наступающим. С наступающим. С наступающим! И вас туда же. Все будем упаковывать. Да, все. Три коробки, 2800. Доставайте бланк возврата. Слышу. За что мы любим и уважаем сотрудников полиции. Они смелые и сильные, всегда готовы прийти на помощь и защитить от преступников. А еще некоторые полицейские очень, ну, очень находчивые. Разрешите присесть в вице? Вольно. Офицер! Просыпайся, просыпайся! Муж пришел. Есть! Ну, Григорьевна, ну дай нам похмел срез. Это достало уже. Ох, алкашиня проклятая. Ну, Григорьевна, зуб даю при встрече, отдам. Сил моих на тебя нет. МИЛИЦИЯ! Ну что, мать, недолго полицию ждала? Ай! Ай! Где он? О, ё-о-о! Ну, всё, тварь, готовься к смерти! Лейтенант, держи его! А-а-а! О! 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 Ну что ж, я все зафиксировал. Товарищ лейтенант, вот, возьмите, чтоб этого козла, который меня рогоносцем сделал, до всей строгости! Ой! Ай! Вы берегите себя. А вот, не надо, не надо, гусары, полицейские денег не берут. Ну, всё. Удачи. А-а-а! Привычка. СМЕХ СМЕХ Талант – такая штука, которую трудно переоценить. Поэтому до обидного редко встречаются восторженные отзывы о ком-то бездарном. Зато недооцененных талантов – целая армия. Ты – бездарность! Фон из искусства, чтоб я тебя не видел! Уволен! Мне до Марина. Доедем. Так, до Марина по пробкам. Часа два. Думаю, Магбет подойдёт. Подождите, а денег сколько? Нет, нет. Только вам придётся меня слушать. В смысле? Сцена первая. Пустошь. Когда при молниях под гром... Баба! Остановите машину! Мы в дождь соберёмся вновь втроём! Втроём! Остановите машину немедленно! Мадам, ну, сейчас будет самое интересное! Я вам сказала, остановите машину, или я сейчас выпрыгну! Вы что, меня не слышите? Придурок! Вон урод пошёл. Не до театра драмы. Николай Николаевич! Боже мой! Сидоров! Вы нынче извозчик? А вы всё такой же бездарный режиссёр! И это говорит не рулевёртв. Ну что ж, поедем в театр по окружной. Итак, Лев Николаевич Толстой. Сидоров. Война и мир! Воня. Том первый! Когда в твоих глазах увидел я любовь, я понял всё. Любая вечеринка должна быть громкой, весёлой и многолюдной. Но строгая мама не оценит по достоинству эту вечеринку, тем более, если она проходит в её квартире. Ребят, чувствуйте себя как дома. Вот тапки. Курить на лестничной площадке. И только ничего не разбейте. Эй, давай ещё! Ну, ребят, ну когда вы успели? Я же говорил, курить на лестничной площадке. Ребята, быстро на лестничную площадку! Мама идёт! Быстро! Мама идёт... Мама идёт! Девушки отдыхают Девушки отдыхают А какая это квартира? Пятьдесят шестая А, ну так нам же Пятьдесят девятая нужна Извините Сори Пятьдесят девятая? К академику Николаеву? Интересно А что у нас дымом пахнет? Ты что, курил? Нет Вообще такое ощущение, что у тебя кто-то был Да нет, мам, никого не было Я уже говорю, я это Спал А дым это Соседи снизу Соседи Мам Давай я тебе помогу Вот что ты с таким лицом за мной ходишь, а? Вот явно что-то происходит Че, проголодался? Очень проголодался Очень-очень Николай Петрович Вы самый классный профессор из всех, кого я знаю Ха-ха-ха 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 Обладатели больших машин знают Парковаться на джипе – это целая наука, а места – только для малолитражек. Хорошо ещё не оскудела земля русская добряками, готовыми помочь припарковаться. Слушай, парень! Ты не мог бы меня припарковать, а? А то там слепая зона, ни черта не вижу. Давай! Так, давай! Выкручивай руль влево! Давай-давай-давай-давай-давай! Стоп! Теперь вперёд! Давай-давай-давай-давай-давай! Хорош! Теперь давай назад, здесь танк влезет! Давай! Я говорю, здесь танк влезет! Оп! СМЕХ Ты что наделал? Ты что, слепой, что ли, а? Тсс! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло! Алло, Игорь Борисович! Здравствуйте! У меня тут... Я тут в аварию попал! Ага! Да чайник какой-то! Ну да, пока полиция, пока страховая! Не, я сегодня на работу не приеду! Завтра! Ага! А завтра я вам покажу, какая у меня вмятина! Да! Да, ну всё! Всё! Хорошо, до завтра! Ага, до завтра! Спасибо, мужик! Спасибо! Ресторан! Место встреч, разлук и, конечно, добрых дружеских посиделок с приятелями, во время которых порой возникают вполне дурацкие идеи. Поехали с нами! Да! Курор! Морье! Песочек! Через две недели! Милый, а что мне взять с собой на курорт, чтобы они все обалдели? Санки! Девочки, я с вами! Что ты такой? Ты понимаешь, ты меня? Ну всё, ну всё! Всё пойдёмте ко мне! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты кто? А я где? АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин